Здравствуйте! В эфире «Город С» и Татьяна Дмитриева. Сегодня будем пристально рассматривать квитанцию по оплате услуг ЖКХ и говорить о том, как добиваться качественного оказания этих услуг и не платить лишнего. В нашей студии председатель комиссии по ЖКХ общественной палаты Самарской области, руководитель регионального центра общественного контроля Виктор Часовских. Ваших вопросов ждем по телефону 202-11-22. Звоните. Здравствуйте, Виктор Иванович. Здравствуйте. Ну, недавно относительно мы говорили о том, что люди не вникают в содержимое квитанции, не разбираются и, собственно говоря, даже не заморачиваются с этим. Вот сегодня как-то ситуация меняется или нет? Конечно, ситуация меняется, причем кардинально. Почему? Потому что люди начали обращать внимание, сколько они платят. А почему именно столько и за что они платят? Да, и тем более в нынешних экономических условиях. Да, тем более ситуация различная бывает. Сейчас очень много обращений по поводу того, что приходят 2-3 квитанции. А какую квитанцию оплачивать? Кто прав, выставляя квитанции? От разных управляющих компаний в один и тот же дом. Такие ситуации есть. И как разобраться с этим? Разбираться надо достаточно просто. Почему? Потому что... Не платить? Во-первых. Нет, нет. Во-первых, надо посмотреть, что из себя представляет эта квитанция. И сверить ее, допустим, с той квитанцией, которую вы уже получали, которую оплатили. Почему? Потому что бывает, просто приходит липовая квитанция. И такие варианты возможно. Посмотрите лицевой счет. Куда вы отправляете? Расчетный счет. Кто получатель этих денег? Это первое. Второе. Если пришли несколько квитанций, как мы говорим, да, кто из них прав? Кто? Для того, чтобы узнать, кто из них прав, необходимо, если есть возможность войти в интернет, зайти на сайт государственной жилищной инспекции. Там есть раздел управляющей компании, лицензирование и реестр. То есть, каждая управляющая компания, сейчас получившая лицензию, к этой лицензии получила реестр. И вот в этом реестре написаны дома, которые она обслуживает. То есть, можно свериться. А вот управляющая компания может измениться, а собственник жилья об этом даже не знает. Вот такое бывает? Ну, всякие бывают варианты, потому что порой собственник просто живет отдельно, от управляющей компании не интересуется ничем. Тогда он, конечно, не узнает. Если человек активный, то, естественно, он узнает. Потому что, чтобы изменилась управляющая компания, должно пройти либо общее собрание, либо какой-то конкурс должен провести орган местного самоправления. И объявления должны быть обязательно вывешены по информированию жителей. Ну и так вот, на что, собственно говоря, нужно в первую очередь обращать внимание, чтобы правильно разобраться в квитанции? Значит, я еще раз говорю. Вот я сказал, первое направление, это у кого есть интернет, да? Да. Посмотреть в интернете. Не у всех есть интернет. Как им быть? Достаточно позвонить в администрацию района и спросить, какая управляющая компания обслуживает наш дом. Отдел ЖКХ, у них есть такие сведения, они дадут полную информацию. Такая-такая-то управляющая компания. И только тогда уже можно будет смело оплачивать. Ну, председатель совета дома, наверное, тоже знает эту информацию. Председатель совета дома тоже должен быть в курсе. Если есть возможность с ним связаться, и он в курсе, он может сказать. То есть достаточно много есть направлений, по которым можно проверить ту или иную компанию. Она ли обслуживает этот дом или нет? Да. Ну, вот еще одна тема капитального ремонта тоже связана с квитанциями. Говорят, что, допустим, с нового года, ну, даты точно не обозначают, вот эта вот оплата войдет в основную квитанцию. Это действительно так по оплате за капремонт? Или такого не может быть? Нет, нет, она может войти. Но здесь одно условие есть. Потому что взнос на капитальный ремонт, они идут целевым на специальные счета. Либо это на счет регионального оператора, либо спецсчет, который вы выбрали. Поэтому, если... А у нас такие уже были, когда вот ЕРЦ готовил эти квитанции, у нас были такие варианты. На квитанции было написано, допустим, взнос на капитальный ремонт. И отдельный штрих-код стоял. То есть, когда оператор принимает плату, он отдельно этот пин-код снимает, и все понятно. Нет, нет, общий не будет, потому что это абсолютно разные платежи. Вот те платежи, которые мы делаем, содержание, текущий ремонт, коммунальные услуги, мы, как правило, платим управляющим компаниям. А взнос на капитальный ремонт мы должны платить либо фонд капитального ремонта, либо на специальный счет, который мы открыли. Вот достаточно людей у нас платят еще по социальным нормам, те, которые не установили счетчики, приборы учета. Для них что-то изменится или нет? Или они также будут платить и не переживать за это? Я бы хотел просто обратиться к жителям Самары и всем, кто нас смотрит сегодня. Получил я информацию с Москвы о том, что готовится новое постановление правительства Российской Федерации, которое внесет изменения в 354-й. Это основное постановление, которое определяется правило начисления за коммунальные услуги. Так вот, повышающий норматив в случае отсутствия прибора учета, индивидуального счетчика, будет с 1 января не 1,2, как раньше у нас сейчас было исполнено, а повышающий коэффициент будет 3. То есть, ну, чтобы было понятно. В три раза увеличится. В три раза, да. Вот сегодня 7,9 куба на одного человека в месяц норматив холодной воды. Вот 7,9 умножить на 3, это будет сколько? 24 почти куба на одного человека в месяц. Вот это для чего делается? Чтобы мотивировать людей? Мотивировать, чтобы ставили люди прибор учета, да. Но мы, честно говоря, мы в 19-м году должны были уже все поставить прибор учета. Но мы тянем, как всегда, до последнего. Ну да, такая мотивация довольно-таки, даже можно сказать, жесткая, потому что платить в три раза больше не каждый готов. А это вот не создаст такую ситуацию, что обостриться, там не будет счетчиков, не будет там работников. Да нет, я не думаю, что это такая проблема. Счетчики, они есть специалисты, они есть организации, которые устанавливают счетчики достаточно. Те же управляющие компании в первую очередь устанавливают и готовы это делать. То есть, никакого же даже не должно быть. И это касается не только электричества, наверное? Это касается холодной, горячей воды и электричества. Электричества. То есть, у нас, в принципе, все стоят, индивидуальные счетчики. Основная масса, все стоят. Ну да, но не у всех. Ну, это единицы, да, по сравнению с холодной, горячей водой. А для них тоже увеличится по электроснабжению? Все полностью увеличится, да. Если нет счетчика, есть норматив, то да. Ну, допустим, это первый этап такой мотивации. А потом можно ждать дальнейшего повышения коэффициентов таких или нет? С июля 2015 года повышающий коэффициент 5. В 5 раз? 5 раз. Больше будет. Да, поэтому еще раз говорю, да, это надо внимательно сейчас подойти к этой ситуации и по мере возможности, конечно, установить прибор учета. Но в то же время, в то же время, надо учитывать тот факт, что вот эта разница в деньгах, в разнице, вот получится, допустим, 24 кубических метра холодной воды. Умножаем на тариф, получается определенная сумма, да, рублях. Значит, та сумма, которая предусмотрена нормативом, и эта разница, вот в три раза, которая увеличится, вот эта разница пойдет не ресурсоснабжающей организации. Она пойдет управляющей компанией на то, чтобы она, управляющая компания, занималась энергосбережением дома. То есть эти деньги пойдут на дом. Опять же, ну, что должна делать ресурсоснабжающая организация на эти деньги? Она должна выполнять мероприятия по энергосбережению в этом доме. Допустим, те же пластиковые окна поставить. Допустим, поставить какие-то системы регулирования и прочее. Вот именно на энергосбережение. Энергосбережение, да. То есть то, что кто-то будет платить, как недобросовестный, да, неисполнитель закона, будем так говорить. Это же законом было предусмотрено. Эти деньги пойдут вот на... Да, и здесь тоже, наверное, нужен какой-то определенный контроль, потому что очень много проблем, когда люди не доверяют. Вот все платят, да, все больше и больше. А какая отдача дому самому и жильцам, вот не все это видят. Нет, 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 здесь еще раз говорю, все очень много зависит от самих собственников. Мы каждый раз встречаемся, я каждый раз стараюсь подчеркнуть это, что от собственников зависит во многом, что происходит у нас в доме. Каким он будет, этот дом? Как он будет развиваться? Как он будет ремонтироваться? Как вообще управляющая компания будет заниматься этим домом? Потому что если мы требуем, если есть председатель совета дома, да, активный председатель совета дома, вот сейчас, кстати, идет обучение председателей совета дома в городе и председателей ТСЖ. Так вот, если он антиактивный, он грамотный председатель совета дома, он требуется управляющая компания. И управляющие компании начали быстрее реагировать. Почему? Почему? Лицензионный контроль. Вот те лицензии, которые им выданы сейчас, их достаточно просто, в принципе, можно отобрать. Есть обращение одно с дома, не исполнено предписание. Второе обращение, не исполнено предписание Государственной жилищной инспекции. Этот дом изымается у управляющих компаний. То есть отобрать лицензию без суда невозможно? Нет, естественно, ДЖИ дает документы в лицензионную комиссию, и мы уже, лицензионная комиссия, принимаем решение обратиться в суд на отзыв лицензии. И тогда это уже дело техники. Да, вот говорить про управляющую компанию, вот как разобраться действительно. Вот вы уже сказали, что несколько квитанций может прийти. Вот коммунальник, допустим, то одна аббревиатура перед словом коммунальник, то вторая. Это все надо уточнять по той же схеме. Потому что главная информация и основная информация заложена в реестре. Надо смотреть реестр управляющей компании. Куда относятся эти дома? Поступают уже вопросы от телезрителей, их достаточно много, но продолжайте звонить, время еще есть. Кооперативный дом у нас, текущий ремонт, содержание тепла объединили вместе одной строкой и прибавили 100 рублей. А за что повысили? Содержание и тепло? Да, содержание жилья, текущий ремонт объединили. А, объединили. Нет, это должно быть раздельно. И следующий вопрос. А за капремонт в таком случае нужно платить или нет? Конечно. Улица Фадеева и Людмила Николаевна? Конечно, обязательно нужно платить. Вот содержание и текущий ремонт, это разные вещи. А почему вот объединили? Не знаю почему, но это незаконно. Еще раз говорю, незаконно. Содержание, туда что включается? Это все договора о управляющей компании со сторонними организациями. Допустим, обслуживание лифтов, вывоз мусора и так далее и тому подобное. Вот там оно в содержании все. Там же сидят управленческие функции, то есть зарплата руководителей, инженеров, управляющей компании. В текущий ремонт, это работа, которая выполняется, ну, мелкие работы, которые выполняются по ремонту дома. Мелкие работы, еще раз подчеркиваю. Мелкие, требующие, наверное, быстрой реакции, да, которая нужна. Быстрой реакции, да, и небольшие объемы. Допустим, погоны, там 2-3 погонных метра трубы заменили, да, где-то что-то еще, кусочек крыши, кусочек лестницы отремонтировали. То есть вот такие вот работы, да. Здесь сидит зарплата наших работников, управляющих компанией. Имеется слесарь, электрик, дворник и прочее, прочее. То есть это разные вещи абсолютно. Да, и капитальный ремонт, конечно, и совсем другие работы. Капитальный ремонт, это когда снимают все и ставят новое. Это абсолютно другое. Вот вчера проводил занятие с председателем ТСЖ, вот объяснял им, еще раз попытался объяснить. Многие не понимают сейчас капитальный ремонт. Они думают, вот программа есть, областная, да, там написано, адрес такой-то, 23-й год, ремонт крыши, все. Вот в 23-м году будет мне ремонт крыши, и все, а я буду платить и платить. Нет. Значит, эта программа рассчитана на 30 лет. За 30 лет каждый дом, который есть в программе, получит все виды капитального ремонта. То есть за 30 лет в нем должно быть отремонтирована крыша, подвал, фасад, фундамент, дальше лифты и вся внутренняя коммуникация. А очередность вот этих работ, она как решается? Их определяет вот эта программа. То есть муниципалитет дает данные. В зависимости от состояния дома? Естественно, конечно. Но собственники могут любое время изменить. То есть они говорят, у нас крыша нормальная. Да, вдруг запланировали подвал, а крышу... Давайте мы, внутренние коммуникации, вот у нас плохие. Значит, я прошу вот председателей Совета Домов в первую очередь иметь в виду, если вы хотите изменить вид работ, как можно быстрее это делайте. Если у вас, допустим, ремонт намечен, ну, на 20-й год, да? Не надо ждать 20-го года. Да, за два года вы должны изменить этот вид работ. Потому что фонд капитального ремонта планирует свою работу на два года. Вот у него заложен ремонт крыши на ваш дом. Он спланировал там 3 миллиона на вашу крышу. А вы говорите, нет, крыша не нужна, дайте коммуникации нам. А когда начинает смотреть коммуникации, а там 5 миллионов нужно. Ну, понятно. А на дом всего лишь 3 миллиона. Предпринимать заранее за два года. Да. Следующие вопросы. Есть ли квитанцию потерял? Где могу посмотреть, сколько же мне нужно заплатить, Михаил? Ну, это только в управляющей компании. К сожалению, пока эта система не работает, в ближайшее время, я думаю, в следующем году система ГИС, ЖКХ будет работать. Там можно будет распечатать квитанцию любую и оплатить. Но на сегодня, пока она не работает, еще в стадии становления, это только в управляющей компании. Муж умер два года назад, но на его имя продолжают приходить квитанции на оплату капремонта. Я платить не собираюсь. За что и почему? И что делать? По капитальному ремонту. Вот в квартире может быть два собственника, три, пять, семь, неважно сколько, да? Взнос на капитальный ремонт идет на квартиру. И берется любая фамилия, ответственная, как говорили раньше. От количества метров зависит, а не от количества жильцов. Да, не от количества жильцов. Поэтому вот он был, вам просто нужно написать заявление в фонд капитального ремонта, там просто переделывают на ваше имя, все равно долг сохраняется за квартирой. Не за ним, извините, да, а за квартирой. Все равно придется платить. ЖСК, плата за капремонт включена в общую квитанцию. Мы сами выбрали это. Не отдельный счет. А, но отдельный счет не заведен. Правильно ли это? Нет, неправильно. Значит, взнос на капитальный ремонт должна быть отдельная квитанция. Либо отдельный штрих-код в общей квитанции. Потому что эти деньги не должны попадать на счет, на лицевой счет ЖСК, а потом переводиться. Они напрямую идут. В доме у нас прошел капитальный ремонт. Мы попросили, чтобы нам поставили водяные счетчики. Заплатили деньги, пошли в дом управления, а нам сказали, что нужно заплатить еще три тысячи, чтобы их опломбировать. Как нам теперь быть? Ведь деньги мы уже все сдавали и собирали. Рауза, Фибрисовна. Счетчики индивидуальные или общедомовые? Водяные, вот, наверное. Водяные они есть и в квартирах, и есть на дом. Значит, в любом случае опломбировка счетчиков проводится бесплатно. Бесплатно. Если есть такая информация у вас, что это действительно требует, вымогают деньги, то это нарушение закона. Я могу дать свой телефон рабочий, по которому можете обратиться, и мы будем разбираться, если такая ситуация есть. И в доме, и в частном бесплатно. Бесплатно. То есть ввод в эксплуатацию, опломбировка бесплатно. Телефон, пожалуйста, запишите, кому это интересно. 336-1306. Спросите Виктора Ивановича Савских. Это общий телефон, и там меня соединят. 336-1306. Слышала, что кому 70 лет, льготы пока при ремонту отменят. Правда это или нет? На сегодня рассматриваются поправки в жилищный кодекс, в соответствии с которыми проект, еще раз повторяю, проект. Тем, кому исполнилось 60 лет, могут платить 50% от взноса. Кому исполнилось 75% от взноса. А 80 лет освобождается вообще. Но это только проект. Еще раз, проект. Пока платить надо всем. Следующий вопрос. Нужно ли ставить счетчики на воду в сельских поселениях, если вода идет из одной скважины? В любом случае счетчик должен вестись. Хотим мы или не хотим. С какой скважиной? Если она скважина пробурена, допустим, на своем участке, ваша скважина, то прибор, наверное, не нужен. Если это идет централизованно, с общей скважиной, то, конечно, разбор должен быть регулирован. Следующий вопрос, Валентина Федоровна. Волгина, 104, железнодорожный район, второй подъезд. Почему у нас в доме, в нашем подъезде нет уборщицы? Это вопрос к управляющей компании. Вы можете обратиться в ГЖИ, Красноармейская 1, и написать, что уважаемая ГЖИ, в нашем управляющей компании такая-то, не предоставляет нам такую-то услугу по уборке мест общего пользования. На что ГЖИ обязана выписать им предписание и сказать, через 30 дней уборщица в этом подъезде должна быть, в этом доме должна быть. Но вообще этот вопрос с уборщицами решается на общем собрании, да, по пожеланиям жильцов или нет? Вот есть постановление 290-е, которое определяет основные виды работ, которые должна делать управляющая компания. И вот уборка мест общего пользования, это уборка подъездов, она обязательна. Обязанность и проблемы, да, управляющая компания. Следующий вопрос Надежда Николаевна задает. Вот наш дом относится к Приволжскому ПЖРУ, квартира неприватизирована. Я плачу за ремонт жилья, найм жилья, содержание жилья. Правильно ли то, что я плачу за все это, а квартира моя не в собственности? Да, вы как ответственный квартиросъемщик, вы обязаны в соответствии с договором социального найма платить за содержание, текущий ремонт, взносно-капитальный ремонт не платите, потому что за вас муниципалитет платит, коммунальные услуги и соцнайм. Все. Еще раз говорю, капитальный ремонт вы не платите, за вас платит муниципалитет. Только от капитального ремонта освобождены? Где проводится обучение старших по дому? Расскажите, пожалуйста, Нина Николаевна. Значит, Нина Николаевна, вот я завтра должен проводить с ними заседание круглого стола, вот по тем тем, которые они прошли, это будет наш строительный университет. Или академия, как она правильно называется сейчас, не знаю, уже институт строительный раньше он называл, сейчас, наверное, академия строительная. Вот на базе этой академии проводятся занятия. А занятия с председателями ТСЖ и ЖСК проводятся на базе института связи. Ну, там они снимают просто помещение, там идут занятия. Поэтому, но в любом случае, если вы хотите попасть на обучение, первое, что вы должны сделать, это обратиться в администрацию района. Они формируют списки, кого отправить на учебу. Следующий вопрос. Петра Дубрава, Южный, 7. У нас в подвале аварийное состояние. Мы сами за свои собственные деньги сделали в своем доме капитальный ремонт. За свой счет канализацию по 800 рублей с квартиры собирали каждый месяц, выплачивали в рассрочку, заключили договор, потом сделали отопление. Сейчас будем делать холодную воду. А живем-то мы здесь одни пенсионеры. Можно нам не платить за капремонт еще полгода? Потому что общая сумма всех затрат составила 2,5 миллиона рублей Валентина Федоровна. То есть они вот по своей инициативе. В принципе, да, законом предусмотрено, что если вы выполнили какие-то работы по капитальному ремонту, те, которые предусмотрены программой, допустим, по вашему дому, эти деньги могут засчитаться в качестве взносов. Поэтому вы должны, во-первых, все материалы собрать, договоры на выполнение работ, сметы, что у вас есть подтверждение того, что вы истратили эти деньги. Нанимали людей, да. Но имейте в виду, эта сумма должна быть не более, чем предельной стоимости тех работ, которые предусмотрены по системе капитального ремонта. И все эти документы вы должны отправить в фонд капитального ремонта с просьбой засчитать это в качестве взносов, которые вы должны платить. Еще такой вопрос тоже связан с квитанциями. Пени вот за неплатежи, за какой срок, с какого срока они начинаются насчитывать, в каком объеме, в каких процентах или что? Вот сегодня это законно или нет? 307-й ФЗ принят, федеральный закон, он 3 октября принят. Значит, через 30 дней он вступает в силу. То есть вот 5 декабря, 4-5 декабря он уже вступает в силу. Значит, первое, что управляющие организации, ресурсоснабжающие организации обязаны выставлять пени, начислять пени. То есть раньше, как было написано, могут начислять, а могут не начислять. Теперь обязаны начислять. Первое, что касается жителей, я расскажу, что касается жителей. С 1 по 30 день пени не начисляются вообще. Неуплаты. За неуплату. То есть у нас какой порядок? До 10 числа мы с вами должны оплатить жилищные и коммунальные услуги. До 10 числа следующего месяца. Правильно? Вот начиная с 10 числа, 30 дней мы ничего не платим. С 31 дня по 60 идет ставка 1,3 ставки рефинансирования. Так вот пени начисляются. Да, 1,3 это как-то вот особенно нужно с математикой быть в ладах, наверное, чтобы разобраться. Это что? Ну, это где-то порядка 8 процентов годовых. 8 с копейками, да. Значит, после этого, начиная с 91 дня, уже пойдет ставка пени уже пойдет 1,3 ставки рефинансирования. То есть это уже порядка 24 процентов годовых. Да. Это уже более значимо, да. Понятно. Поэтому вот это вот должны просто знать, что могут теперь и обязаны, вернее, управляющие компании, ТСЖ, начислять. То есть мы где-то не заплатили, остался долг. Имейте в виду, что на этот долг будет начисляться. Следующий вопрос задает Елена Шверника 9. Просим установить козырьки над подъездами. Нам ответили, что это проблемы жильцов. Собирайте сами деньги и делайте. Управляющая компания, сам сервис Волга. Ну, нет, я не соглашусь с этим утверждением управляющей компанией. Если козырьки были предусмотрены проектом дома, а я надеюсь, они были. Почему? Потому что без этого не может быть дома. То есть они должны восстановить их. В любом случае. Если их не было, ну, мало ли что, да. Вот тогда по решению общего собрания собственники должны заказать этот вид работы. Ну, потому что это уже, извините, изменение архитектурного облика этого дома. Здесь нужны согласования и прочее. Но я больше уверен, что все-таки козырьки такие предусмотрены были. Валентина Александровна сообщает, что ей до сих пор не пришло ни одной квитанции за капремонт. Кирова 309. Вот действительно. Деньги-то копятся, наверное? Вам одно не пришло? Или всему дому? Почему? Потому что всякие возможные ситуации. Вот, допустим, квартира такая, это не пришла квитанция. Начинаем разбираться. А она в базе написано, что квартира не приватизирована. То есть на нее просто не начисляли. А вот если уже дом потерян, то это уже... Да, то есть они свидетельства не дали в свое время в управляющей компании, и там не изменили, что она приватизирована. Ну, в любом случае обратиться нужно... А если дом, если есть дом, не получает, это уже другой вопрос. Кирова 309 я записал, да. Я завтра разберусь. Следующий вопрос, Валентина Алексеевна. Кто имеет преимущество в выборе управляющей компании? Мы выбрали управляющую компанию бизнес-центр, заключили с ними договор. Нас устраивало все. Вдруг появилась управляющая компания «Универсал быт», которая теперь нам присылает платежи. Мы ее даже в глаза не видели, и договор не заключали. Что делать? Это адрес Георгия Дмитрова? Так. Валентина Алексеевна оставила только телефон. Ну, я могу подразумевать, что это Георгия Дмитрова, 80-е, 70-е, их дома, вот эти вот. Я был на этих домах, мы встречались с жителями, я выходил к ним, потому что задали вопрос они, обращение было. Нам пришло две квитанции. Вот от «Универсал быт» и от «Быткомфорт», вот этого бизнес-центра, да, извините. Я приходил, первое, что я сделал, я посмотрел в реестр. За кем? Так, и за кем? Бизнес-центра там не было. Бизнес-центр инициировал, ну, с помощью собственника, инициировал поведение собрания. Его собственники выбрали. Я могу согласиться с том, что это было, действительно, да. Но протокол, который они представили в ГЖИ, сейчас ведь как? Провели собрание, выбрали управляющую компанию. Протокол необходимо представить в ГЖИ на проверку. ГЖИ смотрит, правильно ли проведено собрание, был ли к воруму. А вот теперь эти деньги ушли в никуда, получается? Вот теперь я им объяснил, что сегодня, на сегодняшний день, управляющая компания такая-то, обслуживает ваш дом, платить надо туда. Все. То есть у них был неправильно оформлен протокол. У них там решения, которые не соответствовали законодательству, были приняты, поэтому ГЖИ отказало. Вот ведь в чем ужас, что даже если собственники сами выбирают управляющую компанию, это не факт, что она вот реальная, настоящая. Вот надо еще учиться тому, что правильно оформлять документы. Сейчас, кстати, вот новая форма, жилищным кодексом предусмотрена, очно-заочное собрание. Проведение собрания в очно-заочной форме. Как это? Многие не понимают. Да и мы с трудом разбираемся, что это такое. Сейчас мы сделали методику проведения вот этих собраний. Понимая, что вот сложный процесс, а как это очно-заочное собрание? Мы сделали методику вместе с ГЖИ. И вот сейчас мы разместим эту методику и доведем до всех муниципалитетов, чтобы они довели до председателей Советов домов, в первую очередь, ТСЖ и ЖСК, чтобы люди знали. Виктор Иванович, покажите вот брошюрку, которую вы сегодня принесли на эфир. Где ее может быть взять? Значит, брошюрка, да, брошюрка, вот эта брошюрка, она изготовлена всего лишь тысячи экземпляров. Из них я отдал в Губернскую думу, в Городскую думу депутатам, во все муниципалитеты области послали ее. Будет на следующей неделе у меня на Мичуре на 46, штук 150 где-то будет, да. А так лучше всего, если есть возможность, конечно, на сайт общественная палата Самарской области, справа внизу ссылка есть, полезная информация. И нажимаете, вот эта брошюра выходит. Да, это должен знать каждый собственник жилья, как правильно читать и понимать квитанцию. Спасибо большое. Не на все вопросы успели ответить, но обещаю, что все передам Виктору Ивановичу. Всего хорошего. Спасибо за внимание, активность. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!